Всем здравствуйте! Сегодня у нас новости Турции и новости специальные, потому что у нас и ситуация особенная. Сегодня будут новости Турции о Украине. Я напоминаю, что всегда в любое время на моем канале, когда я снимаю новости Турции, я вам рассказываю об отношении просто граждан, людей, настроениях здесь в стране, к политике, к экономике, к их жизни, к каким-то отдельным ситуациям. Если вы считаете, что подобное видео вам интересно, нравится, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и распространите это видео для других подписчиков, чтобы они тоже знали. Итак, официальная уже позиция президента Турции, да, на том, что Турция держит нейтралитет, не занимает никакую сторону из сложившегося конфликта. Поначалу, в первые буквально дни, многие напряглись и сказали, ну так же не бывает. С какая-то одна сторона должна быть, нельзя усидеть на двух стульях, но, как показывает, сейчас время уже практически двух недель, что довольно-таки правильная позиция была для сохранения баланса экономики в своей стране. Естественно, это забота о преференциях определенных, о будущем. Была проведена статистика примерно неделю назад, был опрос о том, что примерно 80% граждан страны разделяют позицию президента в этом отношении, и они также вместе с ним за то, чтобы не занимать какую-то конкретную сторону, и они вообще за то, чтобы это быстрее закончилось. Что хочу отметить, что... Помните, что у нас было экономическое в октябре, в ноябре, в декабре месяце? У нас буквально за две недели рейтинги президента на его позиции выросли, у него возросло доверие граждан, и где-то меньше... У него 40 чем-то было процентов, допустим, там где-то 47-46 поддержки, хотя не забываем, что в принципе в партии правящей... На 50 они делились, 50 оппозиция в стране, 50 его партийцев. И он в своей партии потерял определенные проценты в связи с экономической ситуацией, он уже был не... даже не то, что не большинство, а не половина даже, да? То есть это уже все говорили о том, что скоро, через полтора года выборы, посмотрим, что будет. То есть даже среди своих партийцев он потерял позиции. А вот сейчас даже из-за противоположного лагеря демократии оппозиционеры, они поддерживают его в этом вопросе, сейчас больше 50% рейтинг президента здесь одобрения его народом. Ну, до выборов еще полтора года фактически, посмотрим, что будет. Я даже, знаете, он очень хорошо свои личные позиции политические в стране, одобрение народом, очень хорошо поднял этой позиции. Очень многие пересмотрели свои взгляды, скажем так, отчасти, назовем, закрыли глаза на то, что было пару месяцев назад, пока терпят эту историю, когда до этого ранее внутри в стране довольно-таки все очень кризисно было. То есть он официально сказал, что Стамбул — это всегда, пожалуйста, точка для переговоров, для того, чтобы мы пришли к миру. Никто в этом не заинтересован, то, что сейчас происходит в этом конфликте. Мы в том числе. В итоге под давлением Европы и НАТО, естественно, Турция закрыла свои проходы по Босфору для военных кораблей из России. Затем, до сих пор сейчас, так как в России отменили многие за аресты рейсов, самолеты, за аресты самолетов рейса отменили иностранные, и в принципе идет, да, кэнцелинг, отмена, но продолжают летать, кому нужно лететь. Турецкие авиалинии — это Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Казань и еще какой-то город. Вы можете на сайте Турецких авиалиний посмотреть, куда они летают. Цены билетов — ого-го, конечно, космос. Эконом стоит в районе 400-500 евро билет, это Москва, Питер в среднем, и бизнес стоит сейчас 2000 евро билет в одну сторону. Недавно видела тоже буквально вчера информацию, что для поддержания вот этого потока людей, потому что в итоге Стамбул стал вот этим интернациональным хабом, где все перелетают, улетают куда-то, да, то есть если на Украину тоже многие не могут вернуться, кто были украинцы за границей, они все летят в Стамбул, делают либо пересадку, либо осаждаются сейчас в Стамбуле, задерживаются. Кстати, хочу сказать, что кому нужно, можете обращаться в украинское консульство в Стамбул, у них есть горячая линия, турки собирают деньги, сами украинцы собирают гуманитарную помощь, финансовую помощь, и для людей, кто... Есть чаты в Телеграме, например, украинцы в Стамбуле или украинцы в Турции, забейте в Телеграме, и в чате, если вы вот такой человек, который на транзите находится, хочет задержаться в Турции, подождать, когда ситуация остановится, что как дальше делать, для этих людей обращайтесь в консульство на горячую линию, либо есть офис по гуманитарной помощи при посольстве Украины, и там из вот этих собранных денег, они помогают либо снять жилье, едой, какой-то суммы, в общем, ну чем-то могут помочь. Если кто оказался в ситуации, когда у вас заканчиваются деньги, либо их нет, вы вот в этой транзитной ситуации находитесь, обратитесь в консульство, украинцы там всегда помогут. Турция вывозит своих граждан, в Киеве посольство. Как это раньше было? Моя подружка обращалась, никто ей так в итоге за две недели не перезвонил. В итоге, как оказалось, как нужно. Я не знаю, сейчас на данный момент это есть или нет, потому что все же очень быстро информация меняется. На данный момент в Киеве у посольства турецкого собирается, каждые два раза в день отходит автобус, в который собираются граждане Турции, их ближайшие родственники. Это жены, дети, скорее всего, родители туда входят, у кого есть паспорт турецкий, их ближайшие родственники, и отвозят до вокзала, затем на поезде выводят границы. Там есть несколько направлений. Также есть еще сейчас два раза в день, это бесплатно. Также есть губанитарные вывозы из самого Львова. Для граждан Турции, кто уже своим ходом как-то со всей Украины добрался до Львова, Турки, там два раза в день уходит автобус, тоже это все бесплатно. Я не помню, город тоже вывозят, в общем, куда-то в ближнюю Европу, и оттуда еще Хорватию. Нет, я не буду врать уже, у меня каша в голове, честно говоря, по городам, названиям, странам. Информация еще очень много, она часто меняется, чтобы вас не вводить в заблуждение, если вы загуглите, все это увидите. Так вот, оттуда летят самолеты, тоже бесплатные для граждан Турции, они летят в Стамбул. Если мы включаем CNN Turk, канал турецкий новостной, то здесь онлайн каждый вечер все это прямые включения из Киева, из Львова, из вот этих автобусов эвакуационных, как там турки, что они делают, как выезжают, комфортно, некомфортно и так далее. Также можно за деньги выехать, то есть приобрести билет на такой из Львова, например, выездной автобус через какую-нибудь границу европейскую, ну то есть за свой счет, своим ходом, пожалуйста. Если ты хочешь бесплатно или как гражданин Турции, то это очередь, это, ну, не один день может придется ждать. В общем, попадешь там, не попадешь, это проблематично, но возможность есть. Здесь, но три страны. Если вы, я всегда говорю об отношении людей к ситуации, конечно же, обычные граждане здесь против, а не за то, чтобы был мир между людьми, и это вообще ненормальная история, что происходит. Когда Ирдан выступал на первое заявление, его было официально на эту тему, когда он углашал официально, вот когда я предыдущее видео подобной тематики опубликовала, в этот день это было, я не дождалась, но в любом случае, он, наверное, это минут 20, это была лекция по истории отношений Турции и Азербайджана, и он говорил, что вот смотрите, на нашем примере, мы такие же братья, такая же похожая, типа ситуация в плане языка, мы очень похожи, и мы все равно каким-то образом же могли бы тоже там что-то делить, мы очень рядом, но мы братья. Я вам давайте своего примера расскажу. Буквально вчера я встретила одного из своего соседа, и он мне спросил, о, Галь, просто на улицу шла, я говорю, о, привет, привет, и он такой, о, слушай, я вот полторы недели все хотела спросить, это россиянка или украинка, потому что для меня, типа, это одно и то же. Я говорю, я россиянка, и он такой, в лице изменился, типа, тяжело тебе, да, и я говорю, но моя бабушка чистая, украинка из Чернигово, и он, и он когда начал это, вот так вот рот закрыл, типа, в шоке, и он говорит, и как тебе, наверное, так тяжело, я говорю, всем говорю, это нонсенс, да, это он мне начал спины у рта, такой он сердобольный, мужчине, кстати, под 60 лет дед, он мне начал рассказывать, я, говорит, столько раз был в Украине по работе, в России я был, и вас всех так люблю, и вообще вы один, в общем, за то он за, скажем так, братство, единство, и все прочее, это нормальная, вот реакция, вот свежая вчера, что со мной, да, произошло, вот ты, пожалуйста, если что, кто сейчас будет про агрессию, по всяке стинания народные, межличностные, пожалуйста, вот отношения, я русская, он узнал, что я уточнил, россиянка, ко мне претензий, как человек никаких вообще не было, если что, кто что, нагнетает обстановку, отношение какое здесь, да, в Турции к русским, сейчас скажу, а в социальных сетях, знаете, это очень часто далеко дальше соцсетей не уходит, вообще не надо тут сейчас по комментариях, да, я напомню, что у меня видео не с целью, чтобы кто-то свои позиции высказывал, и обиды, и агрессию, и в видео моем психологии управления масс я сказала, почему, пока ты агрессируешь, ненавидишь, ты в конфликте живешь, ты не прогрессируешь, ты не развиваешься, делай, что к себе хуже, поэтому, короче говоря, так скажу, турки косяком не смотрят, вопросов лишних не задают, таких типа, а фу, что-то такое, вообще ничего этого нет, как я повторюсь, президент на нейтралитете из-за того, чтобы конфликта между нациями не было, так и 80 людей процентов здесь его поддерживают, я думаю, какие-то вопросы на эту тему ко мне излишни, вот она позиция людей, вот, пожалуйста, как мой сосед вчера реагировал, у меня обычный культурный человек здесь, вот так скажу, но я вижу, что вопросы притеснения россиян где-то за рубежом довольно-таки очень преувеличены, у меня тоже живут друзья в других странах, Польша раздувается, для поддержания обиды, ненависти и тому подобное, вот так вам скажу, есть что-то, но тоже, знаете, всегда понимаете людей, почему они могут так думать и рассуждать в данный момент, потому что ситуация острая, вот и все, лично у меня с этим проблем здесь нет, и 80% турок адекватно, у них все с этим в порядке, они соболезнуют, поддерживают каждую сторону, потому что это не окей, что происходит, вот и все, вы понимаете, что сейчас в Европе и в Америке везде, мы все зависим от газа и нефти, России, но вчера Америка отказалась от нефти, все, естественно, дорожает, топливо, ресурсы и бензин, по прогнозам, в следующем месяце газ в Турции поднимется на 80% цена, и не забываем, что у нас с 1 января поднялось в два раза, еще будет сверху, затем, бензин уже подорожал, сейчас вот вчерашний день, заправляла машину, 20 лир литр бензина стоит, это 200 рублей, литр бензина, подсолнечное масло в Турции, если вы могли видеть в новостях, и в телеке, даже в России это показывали, что вот, турки все, типа, так страдают, за маслом бегут, блин, ребят, делим все на два, я вот рассказываю, как здесь внутри в стране происходит, турки очень много готовят на масле подсолнечном, у них огромные обороты, понимаете, потребление масла, поэтому здесь важно, базовая турецкая кухня на жареном строится, и они это масло литрами выливают, так вот, поэтому они очень боятся, это очень важный продукт в их пищевой цепочке, и они закупают масло, да, оно тоже подорожало, потому что запасы, 80% запасов подсолнечного масла в Турции, это Украина и Россия поставляли, и оба-две эти страны сейчас не в состоянии делать поставки, или нарушено вообще производство, и нет логистики и доставки, и мы остались на 20% Турции, которые сама Турция производит, кстати, в Турции масло, вот эти подсолнечники, это возле моей дачи, в сторону Эгейского моря от Стамбула, возле Тейкер, там есть этот завод по маслу, и там поля усеяны подсолнечником, ну, вот так, что люди закупались, да, подсолнечным маслом, потому что они его очень много тратят, но не потому, что они там в панике, в плане, они в панике были, но не в том, что, какой кошмар, знаете, это преподносится в новостях, то, что я видела, да, что это кошмар, мы всех тут ненавидим, сволочь, она так здесь плохо, так плохо, ну, вот купили, они сходили масло, ну, блин, ребят, они и туалетную бумагу скупали, и макароны, и рис, и то же самое, подсолнечное масло, в карантин, и в корону, ничего не поменялось, это обычная паника людей, как всегда, как всегда происходит. Следующее, курс доллара здесь, да, он чуть-чуть подрос на одну леру, в связи с экономической ситуацией, может быть, будет подрастать, но довольно-таки очень устойчивый, и даже сейчас выгоднее здесь получать, или как-то выводить деньги из рублей в лиры, потому что в лире устойчивый больше курс, по отношению к доллару, чем что в России, там вообще до свидания, да, происходит сейчас. Далее, карты мира, российский пластик, здесь выдают Ишбанк, там есть список в интернете, с пластиковой карточкой системой мир, когда отрубают мастеры визу, вы можете снимать Ишбанки, например, по пластику, по QR-коду уже, скорее всего, не только пластик здесь работает, пожалуйста, еще такая возможность есть для держателей этой карты. По поводу короны расскажу, у нас отменили коронавирус, точнее, у нас разрешили, это просто для кого-то новость будет, потому что мы, если что, два с лишним года, все тут ходили в масках, если вы не знаете, у нас с этим строго было. Теперь в торговых центрах, в проветриваемых открытых местах можно ходить без маски, штрафов никаких нет, вход в торговые центры, без QR-кода, в общем, как всегда раньше было все спокойно. ПЦР-тесты только для тех, кто себя плохо чувствует, ну, с жалобами в больницу приходят раньше, это было, ну, каждому второму вообще просто тестили на корону, бесплатно их делали, просто, короче, чтобы знать, у вас корона или нет, на всякий случай, типа, это тоже отменили. Вакцина Турковак у нас пошла, ей прививаются, ну, про дифики уже пропаганды прививок нет, никто их не толкает, люди здесь сознательные, я больше скажу, сняли маски, разрешили без масок быть. Все люди продолжают ходить в масках, они верят, что они им помогают. Я хожу без маски, я уже три короны перенесла, знаете, у меня уже такие последствия на моем здоровье после короны постковидные, мне уже наплевать на любую корону, если честно, я уже меченая, перемеченная этим делом, маски мне уже точно, я с масками три раза болела, я уже над тему выводы свои сделала. По поводу QR-кодов и хэскодов этих, если вы летите в Турцию, на прилете в аэропорту, все равно хэскод вам нужен, маска в самолете, в перелетах нужна, маска в автобусе нужна, и хэскод нужен в автобусах, все равно к карточке проездной надо прикреплять, все равно это не отменили. Теперь просто не нужны QR-коды для входа в ресторан, кто их спрашивает, уже мало кто спрашивал, и для торговых центров, ну и все. То есть в закрытых помещениях, типа как автобус, самолет, маленькие какие-то помещения, там желательно рекомендована маска. Но особо уже никто ничего не гоняет, не наезжает за это. Ой, ну, наверное, весь объем я рассказала вам новостей. Желаю всем добра, любви друг к другу. Как будут появляться новости, Турция актуальна, я буду вам снимать подобные видео. Спасибо всем за внимание. Если вы считаете, что видео полезное и нужное, ставьте лайк обязательно, пишите комментарии. Просто поддержите, потому что монетизации на YouTube теперь для таких блогеров, как я, нет. Ну, хотя бы морально мне будет понятно, что я не зря это снимаю для вас. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok